Уважаемые коллеги, приступаем к подведению итогов пленарного заседания. Мы работали по шести площадкам. И слово для подведения итогов круглого стола. Общественное наблюдение, итоги избирательной кампании 2021 года и дальнейшие перспективы предоставляются членам общественной оплаты Республики Сахай-Куте Станиславу Семеновичу Иванову. Прежде всего, уважаемые коллеги, я думаю, что мы еще раз поздравим Георгия Николаевича с назначением на столь высокую должность и пожелаем ему больших успехов. Уважаемые участники собрания, действительно, вчера состоялся очень большой разговор. Круглый стол по проблемам общественного наблюдения. Вы знаете, сегодня прозвучало, что в процессе подготовки к выборам депутатов в Государственную Думу нами 10 преподавателей, которые смогли объездить 29 улусов. Кроме того, мы проводили учебу в режиме онлайн. И фактически смогли сформировать в Республике подготовленный пул 2400 общественных наблюдателей, которые очень хорошо, мы считаем, что очень хорошо отработали на этой ответственной работе общественной, поскольку замечаний, каких-то претензий к выборам не наблюдалось. И, конечно же, вы все знаете, что эту работу мы начали в марте месяце. В этом зале 9 марта началась подготовка бригадиров и общественных наблюдателей, которые уже смогли в дальнейшем транслировать те знания, которые были необходимы было довести до общественных наблюдателей. Вчера в течение более чем двух часов мы говорили на эту тему, очень заинтересованно, очень интересно, я считаю. У нас были подключения и из Москвы. Алена Булгакова, которая является руководителем Ассоциации Мониторинга Независимого Общественного Мониторинга. Ну и, кроме того, у нас присутствовали и выступали непосредственно бригадиры из УЛУСов. Какие же предложения у нас сформировались? Во-первых, разработать учебную программу и организовать обучение наблюдателей на базе высшей школы инновационного менеджмента по программам повышения квалификации, либо профессиональной переподготовки по этому направлению. Следующее предложение – создание координационного совета по общественному наблюдению по выборам различного уровня в республике на базе общественной палаты, но с привлечением уже представителей политических партий. Далее, учитывая позитивный опыт работы Центра общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации создать постоянную площадку для организации видеонаблюдения за выборами различного уровня. Вы все знаете, что здесь, в этом зале, как раз располагался Центр общественного наблюдения. Далее, создание школы молодого общественного наблюдателя. Это очень необходимо, потому что необходимо, чтобы был обязательно приток молодых ребят, молодых, той молодежи, которая сможет прийти к нам на замену. Следующий пункт – сформировать базу наблюдателей с подготовкой резюме для участия наших наблюдателей в последующих выборах. Вы все знаете, что 22-й год – это выборы различного уровня глав УЛУСов, представительных органов в УЛУСах, руководителей наслегов и поселений. Ну и 23-й год – это выборы в Государственное собрание Илдархана нашей республики. Ну и 24-й год – это выборы президента Российской Федерации. Мы должны с вами уже тоже к этому идти постепенно. И последний вопрос, очень важный, который всех очень волновал, и бригадиров, и наблюдателей – это же, конечно, вопрос разработки механизма нематериального поощрения общественных наблюдателей, которые работают на выборах. Вот такие предложения были сформированы. Они есть в резолюции нашего круглого стола. Поэтому мы их вам передадим. Ну и в завершение я хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего. Не болейте, берегите себя. Спасибо, Владимир Семенович. Очень интересные предложения. Я тоже сам участвовал в этой площадке, и очень интересно было услышать тоже наших коллег из других регионов. Ну, у нас еще прошла площадка «Национальные цели и проекты сотрудничества общества и власти». Я был модератором. У нас участвовали заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области, член Союза Организации профсоюзов Мурманский областной совет профессиональных союзов, член Общественной палаты Российской Федерации Юлия Владимировна Величко, заместитель министра образования и науки Республики Владимир Владимирович Тихонов, заместитель министра по физической культуре и спорту Александр Николаевич Бугаев, директор Актемской школы Калиста Федосиевна Афанасьева и заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вячеслав Николаевич Никифоров. По итогам нашего круглого стола пришли к таким предложениям, чтобы разработать соглашение и создать рабочие комиссии, состоящие из членов Общественной палаты, совместно с нашими общественниками, и контролируемыми органами для осуществления контроля в сфере реализации на территории Республики Сахай-Якути национальных проектов. В 2022 году организовать встречи с профильными министерствами и ведомствами по вопросам реализации национальных проектов на территории нашей Республики и создать рабочие комиссии по контролю за равномерным распределением средств между национальными проектами и за своевременным освоением выделенных средств для реализации национальных проектов на территории нашей Республики. Вот таким итогом мы пришли. Дальше у нас была площадка о взаимодействии и сотрудничестве с Общественной палатой Российской Федерации. И слово предоставляется члену Общественной палаты Российской Федерации, заместителю-председателя Общественной палаты Республики Сахай-Якути Лене Павловне Ефремовой. Пожалуйста. Уважаемый Георгий Николаевич, уважаемый Николай Дмитриевич, член Общественной палаты и приглашенные гости. Я хочу выразить признательность и пожелать открытых дорог и успехов в дальнейшей деятельности, в реализации государственной политики на благо развития нашего общества, лично вам, Георгий Николаевич. В работе «Круглого стола» о взаимодействии и сотрудничестве с Общественной палатой Российской Федерации приняли участие члены Общественной палаты Республики Сахай-Якутия, приглашенные гости — это член Общественной палаты Еврейской автономной области Просюнок Роман Васильевич, Общественная палата Магаданской области, председатель Общественного совета при постпредс Республике Сахай-Якутия Приморского края Самостаев Павел Викторович, член Общественной палаты Краснодарского края Петухов Сергей Валерьевич. По итогам «Круглого стола» выработаны предложения. Мы определяли миссию. Предложение звучит следующим образом. Обозначить миссию Общественной палаты Республики Сахай-Якутия, объединяем общество в диалоге с властью для благополучия каждого. Разработать и довести до общественности доклад о состоянии гражданского общества Республики Сахай-Якутия за 2021 год. Продолжить работу по взаимодействию с Общественной палатой Российской Федерации в части проведения «Круглых столов», общественных слушаниях, обсуждения законодательных инициатив в нулевых чтениях, участия в проектах Общественной палаты Российской Федерации, такие как «Мой проект в моей стране». Принять активное участие в формировании Единого реестра НКО в Республике Сахай-Якутия. Проводить целенаправленную работу в рамках национального проекта «Демография». Организовать на площадке Общественной палаты Российской Федерации проведение совместных мероприятий по доступной среде и развитию инклюзивных практик. Выйти с предложения в Общественную палату Российской Федерации о создании межкомиссионной рабочей группы по развитию Арктической зоны и провести в 2022 году на площадке Общественной палаты Республики Сахай-Якутия выездного совещания с участием представителей Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Павловна. Во время нашей работы еще также был проведен образовательный семинар о работе Общественных советов органов местного самоуправления и слово хочу передать члену Общественной палаты Республики Сахай-Якутия Василию Васильевичу Сапсаеву. Уважаемый Георгий Николаевич, уважаемый Николай Дмитриевич, уважаемые коллеги, сегодня вы провели утреннюю платформу, можно сказать, в необычном формате, в формате обучающего семинара. Необходимость такого формата была обусловлена тем, что советы, созданные при органах местного самоуправления, в какой-то степени находятся на значительном удалении за пределами, скажем, досягаемости и взаимодействия с ними. В своих выступлениях представители Общественных советов высказывали пожелания о необходимости обязательного обучения и с приглашением в Якутск, и с проведением обучающих мероприятий на местах. Но самое главное, представители наших общественных советов в УЛУСах районах были единодушны в том, что выполняемая ими работа очень востребована, имеет особую социальную значимость и нуждается в дальнейшем развитии. Поэтому, ну, я думаю, что надо будет посоветоваться, определиться, может быть, обратиться за помощью к методическому совету при администрации главы Республики и правительства Республики с просьбой разработать методические рекомендации по организации деятельности общественных советов, созданных при органах местного самоуправления. Дело в том, что их деятельность напрямую связана с реализацией вопросов местного значения, чем как раз занимаются органы местного самоуправления. И, по сути, наши советы являются прямыми помощниками глав муниципальных образований. Эти инициативы, я думаю, мы должны всеми силами, всеми средствами поддержать. Желающих выступать, обсуждать эту проблематику было очень много. Мы вынуждены были перерыв занять и получили замечание за то, что чужое время заняли. Но, с другой стороны, я думаю, интерес к этим вопросам говорит о том, что мы с вами на правильном пути. С наступающим Новым годом! Благополучия и счастья в каждой семье, каждому из вас! Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Василий Васильевич. У нас был проведен образовательный семинар о работе общественных советов органов исполнительной власти. И слово предоставляется председателю комиссии по социальной политике, темографии и защите семьи и детства Общественной палаты Республики Сахайгуте Анжелике Горовне-Андреевой. Пожалуйста. Продолжение следует... До проведения данного семинара мы изучили сайты наших министерств и ведомств и были, конечно, немножко огорчены. Есть, значит, на сайтах информация об общественных советах органов исполнительной власти очень свежие, с фотографиями, с планом работы и что сегодня делается. Но есть сайты в министерствах и ведомствах, где информация об общественных советах стоит за 2018 год. Представляете? Это какое взаимодействие органов исполнительной власти с общественными советами и с населением. То есть здесь нам предстоит большая работа. И, значит, хотела сказать, что наше предложение. Первое – это провести аудит общественных советов органов исполнительной власти. Второе – разработать методические рекомендации для общественных советов министерств и ведомств исполнительных органов власти. Третье – в 2022 году провести мероприятие «Семинар» для председателя общественных советов органов исполнительной власти. И четвертое – обеспечить информационную поддержку общественным советам органов исполнительной власти, министерствами и ведомствами в реализации поставленных задач. И вот, пользуясь случаем, хочу сказать Георгию Николаевичу, это уже как председатель комиссии, объявлен год матери в республике Саха-Якутия. Это очень приятно. Матери республики восприняли очень хорошо данные, значит, объявления. И нам бы хотелось предложить, что на сегодняшний день, конечно же, семейная и демографическая политика в нашей республике очень хорошо развивается, много у нас пособий, но в последние годы совершенно нет статьи финансирования на идеологию, пропаганду семейной и демографической политики в республике Саха-Якутия. И мне кажется, что как руководители администрации, главы республики, правительства республики, в нашей республике самое главное – это идеология и пропаганда семейной и демографической политики. Если эта политика будет финансироваться, если это у нас будет в отдельно взятой республике, то нам, конечно же, и не страшны будут наш и ковид, и другие, значит, проблемы. Вот. И последнее, что хотела сказать всем нашим уважаемым членам общественной палаты. 24 декабря приглашаем всех на круглый стол в 15 часов «Трезвые села. Тренд будущего», где мы будем обсуждать именно федеральный закон, о котором мы сегодня все с вами говорили. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Егоровна. Вот сразу же на опыты человек уже даже прокроминировала круглый стол, который будет у нас 24-го. Слово для подведения итогов круглого стола. НКО и ТОС «Современные вызовы и новые возможности» предоставляется представителю комиссию по развитию некоммерческого сектора, благотворительности, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Алене Ивановой Кычкиной. Добрый день, уважаемые коллеги. Георгий Николаевич, Николай Дмитриевич. И сегодня мы общались по поводу работы НКО и созданию ТОС в наших муниципальных образованиях. И вообще в последние полтора года внимание НКО и ТОС было сфокусировано на вызовах, порожденных пандемией, и вызванным ей социально-экономическим кризисом. И для многих ситуация, получается, потребовала беспрецедентных усилий, чтобы в этот период реализовать миссии организации, многие из которых стали особенно востребованными. И я сразу перейду к предложениям нашего круглого стола. Во-первых, органов местного самоуправления, администрациям муниципальных районов, муниципальных образований рассмотреть возможность создания пространств коллективной работы по опыту точки кипения, как новых форматов развития гражданского общества. Во-вторых, органам местного самоуправления провести работу по популяризации территориально-общественного самоуправления для реализации проектов и инициатив по улучшению условий проживания, населения и развития территорий. В-третьих, проведение ежемесячных курсов повышения квалификации, также обучающих семинаров для сотрудников образования, студентов по социальному проектированию, создания такого некого университета некоммерческой организации. И, в-четвертых, проведение информационной кампании для освещения работы некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений. Спасибо. У меня вкратце так. Спасибо, Олена Ивановна. По итогам работы площадок пленарного заседания мы принимаем протокол с включением предложений, производящих на площадках, и будем работать дальше. Уважаемый Игорь Николаевич, уважаемые друзья, от имени общественной палаты я от себя лично выражаю вам огромную благодарность, и всем тем, кто участвовал посредством интернет-связи. Всем большую благодарность за поддержку и совместную работу во благо развития нашей родной республики. Спасибо. Спасибо. Спасибо.